Всем привет! Ну вот я собственно и в аэропорту. Уже получил билет. Правда еще время сейчас достаточно долго. Придется где-то полтора часа посидеть, подождать. Но конечно без эксцессов не обошлось. Я опоздал на свой рейс, потому что почему-то не сообразил. Пришлось. Я должен был вылететь в 7.30, но я поставил будильник на 5 утра. И естественно я в 5.30 должен был быть здесь в аэропорту, а поставил будильник на 5 утра, а мне ехать полтора часа. В общем, ну это видно переработал я немножко. Ну ладно, да, 3.000 потерял, заранее брал билет. Сейчас взял за 5.000 уже билет. Все, на 9.55 вылетаю. Не знаю, правда экскурсию у меня в Питере должна была намечаться в Пулковской обсерватории на 12. А я прилетаю в 11.30. Успею я, не успею, конечно, не знаю. Причем меня должны люди встречать. Были Роман, который тоже недалеко от аэропорта живет. Ну в любом случае, что будет, то будет. Тут уже ничего не поделаешь. Так, ну не знаю, может кофейка здесь попью пока. Пока ожидаю свой транспорт. Сейчас в аэропорту смотрите, какой сервис. Вот, пожалуйста, можете в синагогу пойти. Можете в часовню, а можете в аптеку. Куда хотите. Синагога, часовня и аптека. Куда угодно. Вот я думаю, куда бы мне пойти. А я пойду кофейка, наверное, все-таки выпью. Давненько я в аэропортах, конечно, не был. Видите, сейчас скан какой. Руки поднимают, тебя сканируют со всех сторон. И ты выходишь. Ремень снял. Ну, обувь у меня тряпичная. В принципе, ничего не снимал. Видите, руки поднимают. Раз, раз. Вот так вот. Караул. Так, ну и все. Я в Санкт-Петербурге. Уже приехал в Пулковскую обсерваторию. Отсюда у нас начинается мой маршрут. Сейчас будет экскурсия у меня два с половиной часа. Это просто меридиан, да? Просто пуп земли такой некий. Тоже по меридиану, да, идет? Получается, да, есть? Угу. Да, точно по Пулковскому шоссе. Ну, наверное, старые фотографии-то можно найти, где здесь с конями, наверное, да? Ямщики поют коней. Нет, какие-то дядь стоят вокруг нее поле, и они вокруг нее стоят. А, в поле? Вообще, да? Да. Интересно. Ну, по сути, по сути, тракт некий, да, то есть, дорога. Из царского села. Да, из царского села, где можно ямщику остановиться и напоить своих коней. Ну, по идее, да? У нее и говорят, что это очень важный пас. Ямщику встать и понаблюдать за египетской символикой, да, насладиться женщинами. Смить было. Да. Тогда же не было. Да. А интересно другое. Это тут родники или какой-то центральный водопровод в 1800, каком там она была построена, был проведен сюда. Дон ее строил, и он не прокладывал здесь еще, как бы, коммуникации, и все не родники. Все, скорее всего, родник, по идее, там, что, откуда вискли. Да, интересно. Уже три там тоже пирамиды получаются, да? Да, ну, видишь, такое занятие непростое. Поставить в чистом поле такой вот монумент, на самом деле. Культурная столица, ничего не скажешь. Потому что можно просто колодец было вырыть, да? А можно сделать было вот так вот. Но, кстати, видишь, колонны не до конца отполированные. Да? Ну, такая грубая полировка. Не Исаакиевский собор. Здесь не рефтабировали, наверное. А, возможно, возможно, какая-то некая коррозия, да, просто была. Тоже ведь гранит... Но со спусками, со сливами. Говорят, ну, лошади и люди пили. Вот непонятно, как купить там не получается. Но сюда лошадь нашла. Да, вот туда. А там искупалась. Да, вот это лишнее, мне кажется, да? Ну, по идее, со всех четырех сторон. Я в Москве тоже, кстати, такие видел. Но это в городе, это не вот так вот, в чистом поле, действительно. Да, интересно, поинтересуюсь, посмотрю. Интересная арка. Написано Орловым. От беды избавлена Москва. Это когда Екатерина Орлова отправляла в Москву погасить чумной бунт. Ну, кстати, вот очень схоже с нынешней ситуацией с коронавирусом. И тогда тоже ситуация в Москве была с чумой или с оспой. Достаточно такая непонятная. То есть, с одной стороны верстовой столб, и при этом здесь же солнечные часы. А солнечные часы поздние или вот именно когда и столб делали? Когда и столб делали. И часы, да? Да, да. Ну и что, вот по ним сейчас можно что-нибудь определить? Три часа, да? Или нет? Ну да, мешает он, да? От Санкт-Петербурга 22 версты. 1775 год. Тоже Екатерининская пара. А чьи очарования? Да, часы не работают, поломались. Часы поломались, к сожалению. Ути, 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 ути. Ути, 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 ути. Иди-ка сюда, мой хорошенький. Так, находимся в Екатерининском парке. Тут всё пересохло, чёртовой матери. Утки всю воду выпили, я так смотрю. Всю воду выпили утки. Смотри, кто тут. Вот она, пирамида, да? Где захоронена собака-левретка. Тоже вот, а не кощунство это, да? Тут людей хоронили, да? А она взяла и собаку свою похоронила. Ну, она её рядом здесь где-то похоронила. Тут должны были быть белые плиты ещё. Не совсем точно они. Это вообще здание какое-то странное. Они его построили типа по моде, потому что у всех... Египет. У всех Египет. Сплошное время было, да, как сейчас. Причём, как долго это Египет был? Понятно, там при Петре вроде как, но аж до Екатерины II. Главное, да, что он развалился. Тут эта пирамида развалилась, и она наняла архитекторов, чтобы восстанавливали её. То есть, это вторая пирамида. Не просто так. А первая при ком была выстроена? При ниже, по-моему. При ниже, да? Развалилась. А что, плохо построили, да? Да, как-то. Что-то не пошло. Раствор был не очень. Но она тоже строго по сторонам света сделана. Ну да, пирамиды просто так, кто будет ставить, наверное. А туда входа нету, да? Да. Такие ниши, да? Ну, типа, под... Подурно. Подурно, да? То есть, это некий колумбарий такой, да? И сверху... Ну вот, увольнодумцы смотрел? Пирамиды Львова там, да? Где-то там в Твери, да? Или где-то... Ну, похожие тоже такие же вот колумбари, только они многоярусные. То есть, а внизу, как говорили, ледник был. Ну, кстати, здесь песочек, может быть, и тут тоже. На этих вот камнях, да? Просто колонны. Типа колонны Трояна, да? Ну да, смотри, камешки такие, вон они выпадают. Ну... Щели-то, да... Как собрали, так собрали. Да, щели-то... Это не египетские пирамины, где там говорят, там лезвие или купюру 100-долларовую не просунуть здесь. Здесь можно. 100-долларовую купюру суть. Нет, дело в том, что у нас ведь климат такой. Здесь пуча-то, видно, землю-то, и, конечно, ее... Из стороны в сторону, ну, есть вон камни, какие булыжники, можно вытащить. Да, на просвет, вот она, конечно. Ну, а гранит-то этот же, да, рапа киви. Маленькими камушками выложено что-то. Да, вот само назначение пирамиды, понимаешь, как захоронение урны в православном государстве, да? В православном. Если главные ворота египетские, здесь пирамиды стоят, там сфинксы, как бы народ ничего не подозревал. Да, православие так и прет прям от Санкт-Петербурга. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Да, какая-то хохлотая утка здесь плавает. Рядом с Чесменской колонной. Какой-то маяк прям, да? Вот такой. Маяк. Ну, ведь реально маяк. На острове. Маяк на острове. В честь победы над турками. А кто автор? Не знаешь? Не помню. Слушай, ну красота, да? Смотри, как пострижено там все. Прям как эти дворцовые сады, да? Тоже искусство, да? Вот этого дворцового сада. Именно европейская такая. Интересно, это же все видно сверху. Ага. Смотри, розы. Красота на сверху, так ты не поймешь. У них должны были быть какие-то казнокоптеры. Ну, либо со своих этих, со своего Олимпа им видно было, может быть. Смотри, стены, вот лабиринты какие-то, да? Вот эти дворцы. Так это не увидишь, а вот сверху вообще четко. А вот так прям картина, мозаика. Сколько разветвлений, сколько аллей, да? Во все стороны можно идти, куда хочешь. Нет, все. Там вот это все прозрачное, и восход он должен прямо здесь сиять. Я прям хотел бы сюда оказаться. Через окна, вот через эти, да? Через окна, на просветке, да. Это получается главная аллея, да? Да, ну, по сути. Центральная аллея, да. Ну, тут крест прям, да, я смотрю. Крест во все стороны. Туда только вот ничего, строений нету там никакого. Должна быть красивая трава. Да, Екатеринский дворец, пора красить заново, да? Траву. А, только траву, да? Да, да. Да, мне кажется, дворец пора обновить. Галатэ. Фонтанчики, да? Там же какая-то композиция должна быть, да? Нет, она там почти красивее будет. Ну. Ох, смотри. Вот как вяжется, да? Вот это вот и церковь. Как вот ее туда впендерили, непонятно. Вот тут стоят, смотри, египетские, не египетские, а эти древнеримские божества, да? Языческие. Вот везде, куда ни плюнь, везде стоят языческие божества. И, ну, для народа показать, что, ну, мы же с народом, да? Мы же с народом, и нужно сюда церковь пиндюрить. Да, слушай, ну, красота, конечно. Вот она, корона Российской империи. Ох, и тяжелатый шапка Мономаха. Тоже камень, да, какой-то там получается? Но составной, да? Или... Ну, Навальный, старинный. Типу грота, да? Угу. А, большой вкусный. Подъехали. Но какой же? Пудовский камень есть. РПЦ может себе тоже взять, крест поставить туда и скажет, что это наше. Это же тут первые святые пришли сюда и жили здесь. Можно просто нацарапать. Да, ну да, так, подзалито. Навалено, как ты сказал, и подзалито. Навалено и подзалито. А вот внизу Интересные грани. Как мостовые. Внизу, так, да, основание поставлено, а сверху, ну, видно под это, под античность, да, что-то такое. Да, руины какие-то некие. Назвали гротом. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Победа! Победа! Ну какие. Шибутные. Вы подросли. А это такой маленький, малевка. Интересно. Погладить сможешь его? Нет, уйдет. Цыпа-цыпа-цыпа, мой хорошенький, иди сюда. Гули-гули-гули. Гуси-гуси-гуси. А ему хлебушка дать надо. Так бесплатно он не пойдет. Везде коммерки. Ты умненький, да? Умненький гусачок. Утенок. Лежку опять выперли из бассейна. Надо идти уже воду выключать. Не знаю, как это я все делаю. И снимает, и выключает, и включает. Нереально что-то. Вот. В общем. Гуси выкупала. Воды в миске налила. Вот только не знаю, где жрачка их. Ну, пока все. Только ушла, слышу. Тут шум какой-то. Убилишка. Устраивают, заплывают. Но пока прибежала, уже опять притихла. Сегодня прям очень жаркий день. А я поехал в заморозки. Взял шорты, летнюю одежду. А там 10 градусов. В общем. А у нас жара. Так, в общем, гуси я выкупала. А, надо еды им. Так, в общем, капец. Илья уехал. Все своим видом теперь изображают вселенское горе. Гуси с утра шипели. Жучка отказывается есть. Показывает всем своим видом, что без Ильи она есть не будет. То вообще ушла. Вот сейчас она еще вернулась. Ее не было. Бульон ей налила. Ну, в общем. Ну, жучки бывает. Илья, когда уезжает, она первое время не ест ничего. Ну, потом голод не тетка. Ну, в общем, у всех горе. Все переживают. Ну, рыжего только не как обычно. Идем есть свой овес. Овес приехал. Или что это у вас тут, я не знаю. Идем кушать. Ай, мы такие голодные. О, боже мой. Простите. Я не знала, где он. Простите меня. Вот, наконец, пришел Рыжуля. Да, Рыжулечка? Рыжуля по барабану, кто его кормит. Ему все равно. Да, Рыжий. Лишь бы вовремя и сытненько. Ну, муха Рыженький. Рыженький. Сейчас я тебе положу еду. Да, Рыжка. Наблюдательный полк занял. Рыжка ждет, когда уже сподобится по барабану дела. Да, Рыжий. Иди к мискам своим. Сейчас я тебе... Не знаю, как это Илья все снимает. И... О-о-о. Иди сюда. Рыжко. Иди ко мне. Иди сюда. Иди. Поможешь открыть? Поможешь? Да? Как будто конопатый стал. Рыжий, рыжий конопатый. Подержишь? Рыжий. Да не буйся ты. Иди сюда. Рельефный, да? Вот именно угловатый. Да, да, да. И каждый угол будет отсвечивать, да? От него солнце. Ну, я и говорю, как... В определенное время. Ну, все просто, как-то получается. Но гениально. А сколько там этих делений на куполе? Получается раз, два, три. Стоит, когда мы так же. Два. Шесть, да? Шесть, да. И главное, плашечки, которые внизу, вот. Они лучше всего видно. Это издалека отсюда. Их не видно. А там они такие две полоски. Светит как бы фонарь, который может. И даже когда ты говоришь солнца нет, даже в пасмурную погоду, да? Да, подсветит. Адмиралтейство. Ну, тут можно сказать, что четыре фасада, они одинаковые, да, равносторонние. Ну, конечно. Здесь они между деревьями как бы забиты. И все процессии здесь как раз проходили. Есть старые фонарьки. Вот отсюда, да, со стороны... Ну, по идее, вообще со стороны Невы. Если, опять же, брать, что реки это дороги, то есть со стороны Невы всегда приходили, а получается, что кресты действительно смотрят не в том направлении. И, как ни погляди, везде кресты спрятаны и видны просто вот как палочки. Смотрите, как интересно разделен купол. По секторам. Грубо говоря, каждый сектор, каждое деление это одна двадцать четвертая. То есть, двадцать четыре сектора. И солнце, когда всходит, получается, что подсвечивается только один сектор. Потому что вот эти ребра жесткости, они не дают свету перейти на другой сектор. Вот, интересно. Под каждым сектором есть окно. Под каждым сектором есть окно. А под каждым ребром жесткости есть ангел. Который, собственно, идет как навершие вот этих вот столбов. Вот. И, ну, вот это либо часы, либо маяк, но никак не... Ну, или просто такое... Вот очень интересно, что вот это вот верхнее помещение, ну, вот прям вот огонь здесь зажги, и будет маяк, чтобы с Невы было все прекрасно видно ночью. А днем можно ориентироваться по солнцу, которое будет подсвечивать вот этот вот купол. Причем можно даже точно узнать, сколько времени, грубо говоря, потому что будет подсвечен определенный сектор. То есть некий сложный механизм достаточно. С одной стороны, простой, да, несложный. Просто раньше было понятие, как его использовать, а сейчас у нас, к сожалению, информация ушла, и мы просто восхищаемся архитектурой. А здесь не все так просто. Здесь каждый элемент именно на своем месте. То есть почему-то в двадцать четвертом, да? Тысяча восемьсот двадцать четвертый, тысяча девятьсот двадцать четвертый. А там? А, там еще есть у нас, да? Еще то. Ну, это детский лепет, конечно. Тысяча девятьсот шестьдесят седьмой. Это не наводнение. Засечки вот это, да, это что, сантиметр прям, да? Четыре метра. Ага. Ага. Пять метров. Рекорд не побит еще. И солнечные часы опять. Питер, солнечный город. Уже сколько мы часов таких увидели? Уже три, там дальше еще один стиль. Да. А профессор-астроном даже не про одни не слышал, да? Который нам рассказывал в Пулковской. В обсерватории. Вот тоже я показывал Адмиралтейство, и так же оно ребрами идет, и так же идет скос, и видно, куда светит солнце. То есть вот сейчас даже солнца нет, вы видите, какой пасмурный день, а мы видим, что освещает. Так, сейчас... Вот эти грани... О! Левая грань освещена. Так, смотрите, улица Гороховая. В летнее солнцестояние... Значит, какое это? 22-го, 25-е? 22-го июня. 22-го июня. То оно будет садиться вот там вот, со стороны. Здесь оно будет 25-го декабря, 22-го, 25-го. Так, восход вот здесь вот, восход здесь 22-го июня, да? День, декабря, декабря, декабря. Чтоб мы там видели этот... Чтоб мы там видели, это будет 22-го июня, там оно будет садиться. Ага, ага. Там будет вставать зимой, как бы. Есть два дня солнцестояния всего, зимняя и летняя. Ага. И вот эта улица, она их сразу покрывает обувь, получается. Здесь будет закат, а здесь будет восход. То есть, представляете, что закат солнца прямо вот в этой арке, потому что за ней Нева. И по идее там швартовались корабли. И вот сейчас стену там поставили, и Петра Первого, вот видите, да, Петр Первый. А вообще это буквой П, Адмиралтейство стоит, и с той стороны должна быть пристань. Туда швартовались корабли. И, соответственно, 22-го июня вот здесь вот садилось бы солнце. И его было видно прямо вот в этих воротах. Представляете, какой точный расчет у архитекторов был. Чтобы по вот этой улице солнце вставало, а вот в тех вот воротах оно садилось. Это Адмиралтейство. Ну, попали под дождик мы сегодня. Гуляли, гуляли. И вот спрятались под козырьком. Под божек попали. Потрясешь, что-то? Да. Смотрите, тень от колонны, и из нее идет радуга. Не знаю, видно, нет? Видно, нет? Интересно. Да, видно, вот она, радуга. Прям тень из колонны и радуга. Да, тоже, видите, теория, что колонны – это некие солнечные часы. Вот сейчас... Сколько сейчас время? Девять, да? Да. Девять, да? Да. Вот, пожалуйста, солнце отражается на, грубо говоря, циферблате. И вот деление, 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 деление. Правда, пас без 15.9 не подходит под начало чего-то, но сам факт. Так, ну тут сейчас солнце немножко бьет в глаз, потому что как раз оно вот там вот. Зимний дворец, да, домовая церковь и крест. Да, вот обращаю внимание на крест. То же самое, что с Исаакием, то же самое, что с Казанским. С главных улиц креста не видно. То есть, видите, главный вход, а получается, что это просто шпиль. Это просто такой шпиль. Так, сейчас. Вот. То есть, просто палочка. А это, получается, лицевая сторона. То есть, отсюда смотрим мы на Зимний дворец. Вот. И церковь, честно говоря, многие замечали, что здесь церковь? Нет, конечно. Вот. А теперь покажу немножко другой ракурс, как мы видим это с угла. Ну и вот, собственно, спас на крови. На этом сегодняшний мой день заканчивается. Завтра, завтра я еду, не могу сказать куда, потому что вы поймете с кем. Да, сегодня меня встретил Роман. Я как раз заселился в квартиру съемную. Встретил Роман. Мы с ним сходили в Пулковскую обсерваторию. Экскурсия была так себе, абсолютно неинтересная. Два с половиной часа просто, можно сказать, было убито. Мы просто просматривали путь солнца, который идет из Пулковской обсерватории. И заканчивается как раз шпилем Петропавловской крепости. Ну и посмотрели с вами и шпили Адмиралтейства, шпиль Исаакиевского собора. И, в принципе, все. А завтра как раз я вам покажу того героя, с кем мы отправляемся на Соловки. Вот. Но завтра мы еще здесь, в окрестностях Питера, кое-куда съездим. Может быть, будет что-то интересное. Вон люди. Все. Питер это курорт теперь. Вы представляете, 30 градусов. 30 градусов жара, море, реки. Пожалуйста, приезжайте на курорты Ленинградского края. Вот так вот. Ну все, увидимся в будущем, ребят. Пока. До новых встреч.